Николай Лейкин. В лавке. Читает Геннадий Постригайло. На днях мне понадобилось прикупить по образчику несколько оршин материи, и я отправился в Александровский рынок. Долго я бродил по линиям рынка и показывал торговцам образчик, но нигде нужной мне материи не находилось. В одной из лавок внутри рынка хозяин мне сказал, — Топерча этой самой материи мы не держим, потому она яман-сорт. Но, ежели вам требуется, потрудитесь присесть и подождать четверть часа, а мы тем временем парнишку в кладовую пошлем. Живым манером спорхает и принесет. Я согласился. Сел дожидаться и от нечего делать начал наблюдать приказчиков и находящихся в лавке покупателей. Покупателей было очень немного. Им продавали только двое приказчиков. Остальные трое стояли за прилавками и от нечего делать самым невозмутимым образом то ковыряли у себя в носу, то зевали в руку. Вдруг из-за угла лавки показалась компания, состоящая из пятерых мужиков, одетых в рваные шапки, рваные тулупы и в невообразимо грязные разбухшие сапоги. Подойдя к лавке, они нерешительно остановились на пороге и начали почесываться. — Что требуется, хозяева? — крикнул им один из молодцев. — Войдите, коль что нужно. Да не боись, не обидим. Входите, земляки. Мужики переглянулись друг с другом, один за другим вошли в лавку и, сняв шапки, начали искать глазами в углу образ, чтобы перекреститься. — Псковские, что ли? — спросил их хозяин лавки. — Псковские, — отвечал один из них. — А почему вы угадали? — обратился я с вопросом к хозяину. — Скоро двадцать лет торгуем, так уж можно привыкнуть, — важно проговорил он и погладил бороду. — Что требуется, земляки? Говорите, не робейте, — снова обратился к мужикам молодец. Те молчали, подталкивали друг друга, переминались с ноги на ногу и почесывались. Наконец один из них произнес. — В деревню, видишь ты, мы едем, так вот бы ситчику на рубахе надо. — Ситчику есть. Надевай шапки, да вали к прилавку. Что ни на есть, лучшего покажем, — сказал молодец и начал стаскивать с полки куски ситцу и раскидывать их по прилавку. Мужики щупали ситец и глядели его на свет. — Да ты нам покажь, какой позанятнее. Нам бы такой манер, ну, чтобы травками. — Вот ты травками, манер приглядный. И еще вчера одна генеральша трем сыновьям на рубахе взяла. — Да все не то. Нам бы травками, да чтобы по травке букашка али вавилон. — А вот ты с букашкой. Уж этот брат ситец не каждому и показываем. Смотри-кася, цвет-то какой. Бык забодает. — Да цвет-то хорош, да что в нем. Вон у нас бабы летость брали, так дорожкой, а по дорожке червячок, ну, а потом как бы копытца. — Да-да, червячок и копытца, — заговорили мужики. — Ты не обижай. — Да зачем же обижать-то? Только копытцем нынче не в ходу. Ни один купец не возьмет. А вы вот что возьмите. Вот манер так манер. Любая баба в кровь расцарапается. Пистолетиком. Плюнь в глаза, коль нехорош. — Приказчик развернул кусок и поднял его кверху. — Да ведь слиняет, поди. — В трех щелоках стирай, так и то окраски не сдаст. — Ой, а ну-ка отрежь кусочек. Приказчик отрезал маленький обращик и подал мужику. Тот взял его, запихал в рот и принялся жевать. — Это купец напрасно, — проговорил приказчик. — Тут жеванием ничего не возьмешь, не слиняет. Это ситец вот какой. Чем ты его больше стираешь и на плоту вальком бьешь, тем он больше в цвет входит. Мужик ничего не отвечал, а вынул изо рта обращик и сказал товарищу. — Харитон, у тебя зуб поздоровей, пожуй ты теперь, а вось сдаст. Харитон принялся жевать. — Ну, так что ж, берете? — спросил приказчик. — Ну, а почем? — С кого двадцать, а с вас девятнадцать. — Девятнадцать! Ишь ты! Девятнадцать! — протянули на разные тонны мужики и начали смотреть друг на друга. — Так берете, что ли? Весь рынок и зайдете, а лучше и дешевле не сыщете. — Да нам бы калачком. — Двенадцать не возьмешь? Приказчик молча махнул рукой. Мужики тихонько и нерешительно начали ретироваться к выходу. Я взглянул на хозяина. Тот от нетерпения кусал губы. Видя, что мужики уходят из лавки, он не вытерпел и скороговоркой заговорил. — Эх, уж нынче и приказчики же! Золото! Только жаловы не получать, да забы набивать и умеют. Пшел прочь! Хозяин забежал за прилавок, оттолкнул приказчика и строго крикнул уже стоящим на пороге мужикам. — Земляки, да не ж так делают, нарыли вороха, да и вон. Иди сюда, сойдемся. Мужики подошли к прилавку. — Вам калачиком, вот калачиком, бери, за восемнадцать копеек уступлю. — То нам бы травкой, а за этот двенадцать. — Двенадцать, двенадцать, — передразнил их хозяин. — С собой ли деньги-то? Только зря шляетесь, да товар роете. Давайте, собачьи дети, в настоящую цену. Хозяин стукнул куском о прилавок. Мужики оробели и начали передвигать шапки с олба на затылок. — Ну, да ты что лаешься-то? Ну, мы две копейки прибавим, — заговорил один. — Да как же, на вас не лаять-то, коль вы цену несообразную даете. Вот уж подлинно, что мякинники. Топчетесь, топчетесь, а толку не на грош. Захожал им послать, так узнаете, где раки-то зимуют. Вот как хвачу куском. Прибавляйте еще три копейки. — Да ну, ну, ну реже за шестнадцать. Экой ретива какой. — Давно б так. Хозяин спросил, сколько нужно аршин, и начал мерить ситец. Мужики распоясались и полезли за деньгами. По уходе их из лавки хозяин обратился ко мне и сказал. — Ночи, сударь, хорош приказчик, что бриллиант, редок. Ведь вот покупателя-то чуть не упустили. Только и знает, как брюхо набить. А того не знает, что с одним покупателем лаской следует, а другого обругать надо. Эх, вы, анафемы, а еще прибавки жалования просите. Последние слова относились к приказчикам. На тонях Майский вечер. Солнце садится, и огромной золотисто-красной полосой отражается в Неве. На тонях, близ Крестовского острова, оборванные босые рыбаки в пестрединных рубахах вытягивают тоню. По помосту расхаживает молодой купец с подстриженной бородой. Волосы его завиты в букле в виде сосисок, борода надушена, на указательном пальце блестит бриллиантовый перстень. Одет он в мешковатое пальто, в темные брюки с искрой, в цветной галстук и в такую глянцевую циммермановскую шляпу, что в нее можно смотреться, как в зеркало. На груди рубашки виднеется алмазная задвижка от часовой цепочки. Сзади его следует хозяин Тоний, в картузе с заломом и в суконной чуйке, полы которой ради удобства и шика он перекинул через правую руку. К помосту Тоний подъезжает ялбот с двумя грибцами. На ялботе на первом плане виднеется пожилой купец в высоком картузе с толстым дном. Далее заметна его дародная супруга с ушами завязанными белым носовым платком поверх двуличной косынки, пестреет яркий платок свахи, и, наконец, видна румяненькая девушка в бархатном казаке и розовой шляпке. На корме сидит лавочный мальчишка в рваной котиковой фуражке с хозяйской головы и держит в руках ведерный медный самовар. Грибцы подвели ялбот к самому помосту, сложили весла и зацепились багром. К ялботу подбежал хозяин Тоний. — Почем воду-то цедить там дуракам отдаете? — раздается из ялбота голос купца. — Зачем воду цедить? — обижается хозяин Тоний. — За час только перед вами в одну заказную одиннадцать штук сигов выловили. Военный офицер вытащил. Корюха ловится. Утром по заре лососочек попался. — Почем, говорю, цедить-то? — С кого пять, с вас три, так как вон уж этот господин купец за три сторговался. — А попарить целковых не возьмешь? — Купеческое семейство начинает выходить из ялбота. — Вот он, женишок-то стоит, — шепчет девушке в розовой шляпке сваха. — Каков молодец-то, а? — Мне стыдно, — отвечает та. Мать обдергивает на дочери платье. — Выходите, что топчетесь-то, словно слепые в бане, — замечает отец и первым подает пример. — Маркел Иванович, самовар-то ставить, что ли? — спрашивает мальчишка. — Ставь, да смотри, не разбей там бутылку к коньяку. Молодой купец раскланивается снова прибывшими. — Ловли рыбки, балуйтесь, — спрашивает его пожилой купец. — Больше насчет прокламации, — отвечает тот. — От безделья и то дело. — Маменька, мне стыдно, — снова шепчет дочка. — Дура, ведь он не съест. Смотри, какой учтивый. Смотреть жениха приехали, а ей стыдно. — Учтивый, учтивый, — поддакивает сваха. — И характером ангел, ведь он не из простых. Отец целый год учил его в коммерческом училище и только потом взял в лавку. Он и польки, и кадрили всякие танцует, и несколько слов даже по-французски знает. Тоню начинают вытаскивать. — Посеребрить на счастье, ваше степенство, — просят рабочие. — Старайтесь, рубль целком и за мной, — отчеканивает молодой купец. Тоню вытаскивают, попадаются маленький сижок и десятк-три корюшки. — И на рубль товару не будет. Хозяин, велите-ка из этой самой рыбки ушку сварить, да добавьте стирлядочку четверти в две. Милости просим с нами хлеба-соли откушать. Извините только на малости. — Благодарим покорно, — отвечает пожилой купец. — А с нами чайком передушиться-то не угодно ли побаловаться? Оно хорошо. — Ну-ка, хозяин, закидывай теперь для меня парочку. — С нашим удовольствием. Будьте счастливы, кроме сетра и стирляди. — Пополам три тони закинуть не желаете ли? Бог троицу любит, — предлагает молодой купец. — Компанейское дело, дело хорошее. — Хорошо, извольте, — отвечает пожилой купец. Через полчаса купцы сидят на скамейке и пьют чай из стаканов, держа их в рукавах пальто. Перед каждым из них стоит по корзине, в которой трепещет рыба. На другой скамье сидят женщины и шушукаются между собой. Из уст девушки то и дело вылетает громкий шепот. — Мне стыдно. — Вы по какой части? — спрашивает пожилой купец. — Больше по мучной, но не брезгаем и двумя мелочными лавочками, — отвечает молодой. — Подрядюшки кое-какие есть, бани держим. — А мы так железом торгуем. Ну, тоже и насчет мусорного очищения. — Вишь, она рыб-то как трепещет, а? — А коньячку в чаек-то не прикажете ли? — Не потребляю. Благодарим покорно. Нам доженить бы к этому зелью привыкать не следует. Там после, коли ежели с женой обдержишься, так можно и попробовать. А теперь не следует. — Это точно, — замечает пожилой купец, наклоняется к своей корзине и вынимает из нее платву. — Плотичка женская рыбка нежная. Эта рыба в реке все равно, что дам промеж кавалеров, — говорит он. — А я бы с удовольствием выдал вам эту самую плотичку за вашего леща. На три тысячи рублей тряпок бы ей дал, на две бриллиантов, да пятерку тысяч чистоганом. — Мой лещ икрян больно, и ему меньше, как красненькую, чистоганом взять нельзя, — отвечает молодой купец, тотчас же поняв, к чему клонится дело. У моего леща два лабаза в Никольском рынке, да две мелочные лавки в Коломне, кроме того и сюртук над сердцем поотдувшись. — За моей плотичкой деньги верны, а то ведь иные посулятые журавля в небе, а в руки-то и синицы не дадут. — Зачем журавля в небе? Мой лещ перед свадьбой чистоганом потребует, а нет, так и оглобли назад поворотит. Питер-то не клином сошелся. — Другие и красненькую чистоганом отвалят, да в предачу-то дадут либо пряничную форму, либо чахоточную, что твоя лихорадка. А у нас плотичка полненькая. — На то у леща глаза во лбу. — Ну, пожалуй, солопик с чернобуром воротником за плотичку прибавлю. — Ниже красненькой мой лещ и трех зеленых не возьмет. Ему объетом и тятенька покойник завещал, — отчеканивает молодой купец. — Ушка готова, ваше теперство. Пожалуйте в нашу избу, — перебивает их разговор хозяин. Все встают. — Маменька, я не буду есть, мне стыдно, — шепчет дочь. К ней подходит молодой купец. — Ушки не побрезгуйте откушать, — предлагает он. — Вы любите уху? — Я лучше люблю мороженое, — отвечает девушка и краснеет, как маков цвет. Как учтивому кавалеру мне бы следовало достать мороженого хоть со дна моря. Но здесь такой афронт, что, окромя воды и рыбы, ничего нет. — Насмешники, — едва слышно шепчет девушка и прячется за сваху. — А ты, брат, селезень, больно боек. Совсем у меня забил девку-то, — вскрикивает сваха. — Иди ко мне, павушка, а я с ним уж расправлюсь, — проталкивает она девушку. Молодой купец пропускает вперед семейство пожилого купца и остается со свахой. — Ну что, — спрашивает она. — Невеста в аккурате, а только насчет денег статья неподходящая. — А ты поналяк на самовод хорошенько, он человек хлебный, только алчен маленько. — Пять и десять — разница огромная, а ты сама знаешь, что я уж в тридцати двух местах невест смотрел, и потому только дело расходилось, что десяти тысяч не давали. — Да даст, даст, умей только в душ к нему влезть. — Да врешь. Что он любит? — Соловьев ученых, да налиме печенки. Свлеки его в трактир, угости печенками да подари соловья, и десятка тысяч у тебя в кармане. — Ну, коли так, выпьем, — хвачу и я за углом. Молодой купец наливает два полустакана коньяку, чокается со свахой и уходит также в избу. Через час пожилой купец и его семейство сидят в яблоте, грибцы отчаливают от берега. Молодой купец стоит на плоту и раскланивается. — Так как, мой лещ-то, значит, холостым и будет бегать? — кричит он с плота. — Дело торговое и требует соображений, — отвечает пожилой купец. — Пожалуйте завтра к двум часам в Толмазов переулок в коммерческую гостиницу. — С превеликим удовольствием всех семи чувств! — заключает молодой купец и машет отъезжающим шляпой. — Маменька, мне стыдно, — шепчет в яблоте девушка. В трактире Я опоздал на несколько минут на царско-сельский поезд железной дороги. Нужно было ждать следующего поезда, который отправлялся через два с половиной часа. Досадуя на себя, я начал придумывать, как бы мне убить время до поезда. Дожидаться в вокзале было скучно, навестить знакомых, но таковых живущих близ вокзала не оказалось, а поэтому я решился отправиться в ближайший трактир и провести время за чаепитием или играя с маркером на бильярде. Это был третьестепенный трактир с запахом жареного в перемешку с табачной копотью, с органом в главной комнате, напоминающим своими звуками шарманку, с пестрыми обоями, изображающими охотников, стреляющих оленей, с неизбежными присущими этим трактиром пунцовыми шерстяными занавесками на окнах и с бильярдом, у которого сукно было в нескольких местах заштопано. Бильярд был занят. На нем играли белокурый молодой человек в пиджаке, в высоких охотничьих сапогах и сухорскими замашками и пожилой бородач в сибирке, замаранный в муке, как надо полагать, лобазник. — Последнюю партию играете? — обратился я к лобазнику. — Какую последнюю? Только еще сами дорвались, — отвечал тот. — Вы и не ждите, потому больше часа проиграем, — добавил ухорский молодой человек. — А ежели хотите, так вон, держите за толстопузово мясника рубль мазу. Я поотвечаю. — Да не держите, ваше благородие, а то Бог нашпарит. Яд до бильярда. Даже спит наем. Из-за его, мерзавца, один маркер на веревку себя вздернул. — Ох ты, кики, Маракиевская! Много лет тебе самого маркеры пользовались? — дружески ругнул молодой человек лобазника и с треском сделал шара в угол. Я ушел из бильярдной, оставив переругиваться между собой добрых знакомых, отправился в главную комнату, где стоял орган и, сев за стол, спросил себе чаю. В главной комнате кроме меня посетителей не было. В углу стоял трактирный мальчишка, дремал и по временам ковырял у себя в носу. Было тихо. Слышно было, как жужжали мухи, летая по комнате. Чирикала какая-то птица в клетке, висевшей с потолка, да в соседней комнате кто-то читал по складам газету. Меня мучила жажда, и я допивал третий стакан чая, как вдруг в комнату ввалился средних лет толстый мужчина с подстриженной бородой, с большой лысиной и с медалью на шее. Одет он был в серое широкое пальто. Он пыхтел, отдувался и оттирал с лица фуляровым платком пот. Сзади него, с ужимками и с поклонами, следовал черномазый служитель с салфеткой и подмышкой. — Михайлу Родимонычу сколько лет, сколько зим не заглядывали, и где это пропадать изволили? — говорил служитель, стаскивая с гостя пальто. — Как пропадать? Вчера ведь был. Почитай, часа четыре у вас промаялся. — Так что, что вчера? А вы вспомните, Михайл Родимоныч, сколько за это время воды-то в фонтанке утекло? — Вот дурак, нашел с чем сравнивать. Ведь у нас чай тоже дела есть. — отвечал гость и тяжело плюхнулся в кресло. — Чем угощаешь? Похлебать бы чего. Изобрази-ка ботвиньки с лососиной, что ли. — В момент-с. — А вас вчера Дашка-папиросница спрашивала. У нас на кухне кофе пила. К вам в горничную служить собирается, — проговорил служитель. — А ну я к монаху! Ботвинью, ботвинью живо! Служитель стоял на месте, переминался с ноги на ногу и ухмылялся. — Честочку положить прикажете? — спросил он и закрыл лицо салфеткой. Гость погрозил кулаком. — Виноват-с. Думал, что за ночь полюбить его изволили. Может, укропцу требуется? — А графином по халуйской харе хочешь? — строго спросил гость и весь покраснел. — Какое ты имеешь право гостей дразнить? Знаешь, что я не люблю этих слов. Вон! — Сейчас, сейчас, Михаил Родионович! Служитель отправился заказывать ботвинью и через несколько времени возвратился с графином водки и прибором, который поставил перед гостем. Гость молча выпил две большие рюмки водки и барабанил по столу пальцами, стараясь казаться сердитым. Служитель стоял в отдалении и глупо ухмылялся, а по временам фыркал и закрывался салфеткой. Через несколько времени он отритировался к органу, переменил вал и начал заводить орган. Гость на хмуре брови смотрел на него. — Если, ежели ты, черкесская твоя харя, да персидский марш завел, так я тебе покажу анафеме, — сказал он. Служитель отвернулся и пустил орган. Раздались звуки персидского марша. Гость побагровел и принялся ругаться. Слышались слова «Чертов сын», «Мерзавец», «Подлец», «Блюдолист», «Хамское отродье», «Чертова перечница» и так далее. Служитель молчал и стоял в отдалении, закрывший лицо салфеткой. Перебрав весь словарь ругательных слов, гость крикнул. — Ордальон, ежели ты свиное твое рыло не остановишь орган, то я поеду сейчас к хозяину и скажу ему, чтоб он тебя сейчас в три шеи прогнал. Какое ты имеешь право надо мной издеваться? — Не ж я сам. Гости из той комнаты требуют персидский марш, а мне-то что? — говорил служитель, еле удерживаясь от смеха. — А коли гости требуют, так жри же твою ботвинью сам. Гость вскочил с места, сорвал с гвоздя свое пальто, схватил фуражку и бросился вон из комнаты. — Михаил Родивоныч, Михаил Родивоныч, вернитесь! Кончилось! Вернитесь! Я вам сына Шамиля изображу! — кричал служитель ему вслед. Орган перестал играть, и гость снова показался в дверях комнаты. Он пыхтел, ругался, совал кулак к самому носу служителя и, наконец, сел. — Да разве я самс? Ведь гость требовали, а то нечто я б посмел! — оправдывался тот и отправился за ботвиньей. Через несколько времени он снова появился в комнате с миской ботвиньи в руках и в самом странном фантастическом костюме. На нем была надета суконная лесгинка с фальшивыми патронами на груди и широкими рукавами. Поставив перед гостем ботвинью, он вытянулся перед ним по-солдатски во фрунт. Гость подбоченился, глядел на него и хохотал. — Ха-ха-ха! Совсем сын Шамиля! Совсем черкес! — кричал он, захлебываясь от смеха. — А ну-ка, пройдись! — И сейчас! Служитель бросился к органу, переменил вал, пустил орган в ход и под звуки по улице мостовой принялся отплясывать русскую. — Ох, собака! Ах, мерзавец! Ха-ха-ха! — кричал гость и от удовольствия хохотал уже без звука. Только и было видно, как колыхался его объемистый живот. Сделав несколько кругов по комнате, служитель кончил плясать, топнул об пол ногой и остановился перед гостем. — Кто ты такой? — спросил его тот, еле удерживаясь от смеха. — Сын Шамиля! — Какой веры? — Мухоиданской! — Швинину ешь? Водку пьешь? — Потребляемся! — А коли так, то и считай за мной полтину! Через десять минут гость съел свою порцию и начал уходить. Служитель подал ему пальто и, проводив до двери, сказал. — Михаил Родивонович, а ведь в ботвинье-то и чеснок, и укроп был! Гость схватил его за ухо и так рванул, что тот вскрикнул. Происходившие сцены заинтересовали меня, и я, подозвав к себе служителя, стал расспрашивать его об ушедшем госте. — Это портнойс, — отвечал служитель. — Богатый купец, и тут недалече от нас свой дом каменно имеют. Они больше по подрядам. Блажны очень только. Не любят, кто их чесноком и укропом дразнит. Но ножи готовы лезть. Также персидского марша не любят. Забавные они, но, ежели им потрафить, так и нашего брата не забывают. Каждый день ходят, и уж рубль от них в неделю, считай, в кармане перепадет. — Так зачем же ты его дразнешь, коли он такой хороший посетитель? — спросил я. — Нужно-с, а то они, коли одни, так скучают. Сначала дразнешь их, а потом оденешься черкесом, подмасляешь их, они и развеселятся. Они только вид показывают, что не любят, а сам-то любят. — А откуда же у тебя взялась эта черкесская одежда-то? — А они же и сшили, ведь они портные. Дразнили они меня все сыном Шамиля, потому будто я на него по облику похож. А я и говорю им, какой же я, говорю, сын Шамиля, коли я в спинджаке хожу. А вы шейте мне шамильский наряд, тогда я и буду сыном Шамиля. — Ладно, — говорит, — а носить будешь? — Буду, — говорю. Глядь, они через двое суток и приносят мне наряд. Купцы добрые и обходительные, так же и выпить не любят. Раскутятся — так беда. Раз наняли у нас на дворе музыкантов, вот что, по дворам шляются, так с ними посреди улицы тронулись в Екатерингов, велели персидский марш играть. Музыка гремит, а они сзади идут. Но их полиция и задержала, протокол составила, а потом известное дело к мировому. Вот с тех самых пор они этого самого персидского марша и не терпят. Выслушав рассказ, я заплатил за чай и отправился на железную дорогу. Редактор субтитров А.Семкин